Привет, друзья! В этом видео вы увидите много способов повредить смартфон. И многие из этих способов реально могут встретиться вам в повседневной жизни. Сегодня мы проверим, насколько же хорош может быть бюджетный защищенный смартфон по стандарту IP68. Таких видео в ближайшее время у меня не планируется, поэтому я для вас очень сильно постарался именно из этого видео выжать все по максимуму, протестировать смартфон и, собственно говоря, в нашем случае это сегодня Blackview BV4900. Сам смартфон это типичный представитель бюджетного сегмента защищенных смартфонов. В нем есть 3 гига оперативки, в нем есть NFC, ну и в принципе неплохой дизайн. Ну и самое главное, конечно же, защита IP68. Полный обзор этого смартфона у меня на канале есть, можете пересмотреть по ссылочке в описании. Наш подопытный Blackview BV4900, который на данный момент стоит от 100 долларов в рознице и магазинов его продает немало. Чтобы экономить на покупках, а самое главное в разы ускорить поиски нужного вам гаджета, рекомендую я каталог, так как и сам им пользуюсь активно. Здесь и динамика цен есть, и подробные характеристики, и вообще много полезной инфы, и это реально удобно. Ссылочку оставляю в описании. Для начала я думал заморозить смартфон, оставив его в морозилке в лотке с водой, но затем логически подумав, понял, что скорее всего от такого теста явно повредятся микрофон и динамик, так как по сути стандарт защиты смартфона IP68 это не подразумевает. Да, и чтобы сразу было понятно, в аббревиатуре IP68 первая цифра, то есть 6, говорит о том, что данный смартфон не пропускает пыль вовнутрь. Цифра 8 говорит о том, что смартфон можно погружать на глубину чуть больше 1 метра примерно на 30 минут. К сожалению, полтора метра сейчас найти мне не суждено, но зато я окунул смартфон в емкость с водой на целый час. И по факту это достаточно длительный тест, который точно покажет, сможет ли вода попасть внутрь и навредить смартфону. В смартфоне есть заглушки на разъемах, поэтому по идее вода должна попасть только в динамик и микрофон. А уж их работоспособность мы сейчас посмотрим. Прошел час, смартфон работает как и раньше, но я был бы не собой, если бы не забыл вам продемонстрировать, что динамики здесь остались рабочими. Правда, немножко бульканья было слышно, так как воды-то было много внутри, но спустя несколько минут после просушки феном и выдувания воды ручным керхером, то есть ртом, динамик заработал как прежде. Да, по сути воды смартфон действительно не боится, я думаю этот тест вам более чем это подтверждает. Переходим к более твердым тестам. Сейчас мы проверим дисплей на стойкость к царапинам привычными вещами в нашем быту. Начнем с гвоздей. Все по классике. Снимаем защитную пленочку со смартфона и начинаем пытаться царапать его канцелярским ножом. Неожиданно для меня визуальные следы на стекле остались, но даже ногтем их почувствовать не получалось. Видно их лишь под определенным углом и правильным светом. Скорее всего это просто следы от сильного нажатия. Напишите как сами-то думаете в комментариях. После ножа идет дюбель-гвоздь, он достаточно твердый, но никаких следов после себя не оставил, абсолютно идеально. Затем я взял маленький гвоздь и попытался что-то сделать им. Но как вы уже наверное поняли, успехом попытка не увенчалась. Точнее все получилось конечно же хорошо для смартфона, никаких следов нет. Ну и затем пошел старый ржавый гвоздь, который также ничего не смог сделать стеклу на дисплее смартфона. И поверьте, прижимал его я как следует. Я думаю в кадре это должно быть видно. Не знаю зачем, но я решил попробовать поцарапать экран с строительным шпателем. И ожидаемо стеклу это не повредило вовсе. Хороший экран, мне нравится. И если вам все это дело тоже нравится, то подпишитесь на канал, как бы, чтобы возможность снимать подобные видео была чаще. Ну и конечно мотивация снимать также растет. Ну а теперь самое время проверить смартфон непосредственно на ударопрочность. И с чего бы начать, чтобы сразу и не закончить, как говорится. Ну давайте слайдовенького варианта. Падение со стола на плитку. Высота примерно 80 сантиметров. Потому как мне часто пишут в комментах, что такие смартфоны даже столь простых падений не переживут. Как видите, для чистоты эксперимента, роняем мы смартфон 4 раза. И каждый раз падает он под разными углами. В последнем броске я даже немножко ему дополнительного ускорения придал и вращения. Ух, это жестко. И что в итоге? А в итоге даже пластик полностью целый. На резиновой вставке ни одной заметной вмятины или потертости. Смартфону вообще норм. Ну окей, давайте переместимся на прекрасный свежий зимний воздух и... Сделаем что-то прикольное. Например, выбросим смартфон из машины на укатанную грунтовую дорогу при скорости движения 50 км в час. А учитывая, что сейчас на улице пару градусов мороза, по крайней мере в момент съемки и в грунте достаточно много щебенки, это неплохая проверка как корпуса, так и стекла. Как вы видите, смартфон после выпадения из машины около 4 метров проехался еще по снегу на задней крышке. Где, напомню, камеры выпирают, но по сути на работоспособность такой инцидент вообще не повлиял. Смартфон полностью рабочий, на корпусе особых следов падений нет, а самое главное, стекло, закрывающее камеру, вообще не пострадало. Ни трещин, ни сколов. Во как! Да уж, поиздевался так поиздевался. Но ведь всем нам интересно, где же тот самый предел защищенного смартфона, что может пошатнуть его работоспособность, не учитывая, естественно, мелких коцок после падений. Я думаю, пришло время самых жестких тестов. Начать хотелось бы с падений на тротуарную плитку с высоты 2 метра. Это действительно довольно жесткое падение, которое и показывает, насколько же прочным оказался смартфон. Слышали звук? Так звучит смартфон после приземления на плитку. И да, я думал ему кранты. По крайней мере, экран в паутинке так точно. Но последствия этого падения на самом деле немножко не такие. Экран целый полностью, стекло в идеале, без царапин. Приземлился смартфон, как видим, на нижний угол. И именно на нем есть небольшая вмятинка. Также появились несколько мест, где немножко видно потертость. Но это реально мелочи, так как все остальное по сути целое. Напоследок, пожалуй, самый жесткий тест. Я думаю, вы свой айфон или сяоми или что там у вас точно бы не хотели так протестировать. Сейчас мы тестируем стекло и, собственно, сам корпус под колесом машины. И сразу скажу, что несколько кадров со съемки не вошли в видео, так как оператор, то есть я, забыл, блин, включить камеру. Так что в кадре только то, как мы пару раз прокатились по смартфону. Всего же переездов было либо 6, либо 8. Также был момент, где смартфону переехали только в верхнюю половину экрана. Там вот вы видите, на кадре прям белое пятно образовывается на пару секунд. Но ничего, стекло целое, экран рабочий, все в идеале. Да ну его, блин, неинтересно. Друзья, целью видео не было уничтожить физически, сжечь, либо утопить смартфон. В этом видео я показал реальные более-менее условия, в которых аппарат может у вас побывать. И некоторые из них даже слегка приукрасил. Обязательно жду ваших комментариев по поводу этого краш-теста. Здесь была и вода, и земля, и гвозди, и плитка. Постарался сделать объективно и красиво. Подписывайтесь. И всех со скорым или уже наступившим 2021 годом, если смотрите ролик не в день публикации. Всем пока!